Давненько не было видно этого героя, и пока непонятно, как он здесь будет использоваться. Но, типа, кидать там Финц Грипп на Алхимика, и его быстро-быстро убивать, но опять-таки такое. С другой стороны, этот герой прекрасно может начинать как раз-таки ранние статьи игры, тем образом, что приходит в мид, разменивается по хп, разменивается с вражеским мидером, и дает буст своему мидеру, в данном случае это будет инвокер. Но, наверное, здесь задумка более интереснее у Синдерена. Но Нигму здесь уже не заезжает, все-таки брать два саппорта с ультимативными, которые можно сбить, достаточно, наверное, на рискованное решение. Но и здесь на ноудикете пушить вряд ли будут. С другой стороны, Дровка сюда также заезжает, и есть демидж фроносферу, и инвокер. Но, разумеется, почему бы, нет. Шаду Шаман, третий пик у нас от Денеш Бирс. О-хо-хо! А вот вам и Бэйн! Минуты ранее я спрашивал, непонятно еще, как он здесь будет отыгрываться, куда он здесь заезжает. Все понятно, олдскульная связочка Бэйн плюс Мирана. Пакет стрела, таверна. Вот именно такой будет распорядок на первые минуты у Дэниш Бирс и Урса Вориор. Хорошая комбинация, в свою очередь, у Датчан. Урса под Шадоу Шамана, два контроля, и там Урса любого не прощает. Но в данном случае это будет Фейсли Свой. То есть, казалось бы, герой с шикарным эскейпом в виде таймволка, но когда против тебя два контроля, будь то Леон, Стан Хекс, будь то Шадоу Шаман, сетка Хекс, против Урсы не попрешься. Здесь все-таки Вайду нужно будет держать дистанцию, здесь Вайду нужно как можно быстрее поставить себе вард сложную. Ну и самое главное, чтобы он простоял. Ну и также, даже если там Урса не будет справляться, пролетит на всякий случай Хисти Жирота на Фурионе, как это сделано в первой игре, да, и просто оформит First Blood на Бесмастер. Ну круто, круто, Бэйн Мирана, давненько этого не было видно, тем более, когда команда играет в матче на вылет, когда команда играет, ну, либо же в сетке Single Elimination, либо же в сетке лузеров, всегда хочется играть на верочку, на победку, никому не хочется рисковать, но Синдерен, Синдерен молодец. Опять-таки, вот если мы говорим про замес 5 на 5, здесь все-таки пока у Ноудигити перспективы такие себе, все-таки врывается войд, дает хрона, окей, инвокер даст прокаст, Бэйн нажмет, соответственно, тоже свои две кнопки, Мирана такое себе, да. Есть огромный эклистик героев, которые с войдом синергируют просто шикарно, в одном пике, и, соответственно, дэмэдж свой выдают, будь здоров. Но здесь все-таки расчет у Ноудигити на раннюю стадию игры. Здесь, надо понимать, что здесь не просто Бэйн Мирана, здесь Бэйн Мирана и инвокер с Санстрайком. Это очень важно. Виверок заезжает ласт пиком для Эры. Виверочек, Виверок. Не знаю, мне что-то пик у Синдерена вообще не нравится. Да, вроде как, окей, они посильнее, как команда своих оппонентов. В индивидуальном скилле, возможно, не особо выше своих противников, но, тем не менее, по-моему, достаточно рискованно. Но, с другой стороны, они ведут одну катку, почему бы сейчас и не попробовать поиграть на расслабончике, да. Когда ты понимаешь, что тебе нечего терять. Ну, точнее, наоборот, что у тебя есть подушка безопасности в виде одной карты, можно и рискнуть. Сейчас секунда остается для Эйса, чтобы определиться, кого здесь добирать на позицию второго саппорта. Я думаю, вряд ли это будет Шадо Шаман, который на четвертой позиции будет бегать, ромить. Хотя, если этого героя прям сразу закупить на сапог с его двумя контролями, почему бы не попробовать? Плюс Фурион может прилететь. То есть здесь, как и одни, могут бегать гангой с самого начала. Это Дум. А вот тот самый, как раз-таки, герой, который будет являться плеймейкером для датчан на ранней стадии игры. Дум на сапоге. То есть с одной стороны у нас бегает Бейн Мирана плюс Инвокер с отстрайки. С другой стороны Дум, Фурион и Шадо Шаман. Круто. Блин, крутой начал нас ожидает, вне всякого сомнения. Вот у нас прошлая игра начиналась с того 6 минут и 2 фрага. Прям движуха так и перла. В скобочках нет. Здесь должно быть все гораздо бодрее. Но опять-таки у Дэниш Бирса очень хороший пуш-потенциал. У них есть Раста с Вардами, у них есть Фурион, у них есть Алхимик, но у них есть, разумеется, Ворс Ворио. Также Дум собирает барабаны. Владмир кушает волка, чем тебе не пуш. Игромное количество ауэр на команду. Не знаю, не знаю. Прям такое ощущение, как будто здесь Синдерен прям что-то дознает. Забирает он, разумеется, Бейна для себя. Ну давайте, посмотрим, кто на ком будет играть. Проверчатый Санстрайк от Койквы. Посмотрим, кто там, как что закупился, будут ли какие-то смоки. Дэйш Бирс начинает пока спокойно. Сразу телепорт от Райза. Играет он на Шаду Шамане. Поставил Лейн. Поставит Лейн. Кинобсервер на Вайда. Пингвинчик, как в прошлой игре, сел на Алхимик. Эйз будет играть на Урсецком. Ноя, он же Дум. И Хистежеротон на Фурионе. Сколько нужно играть на Фурионе? Он сегодня каткун на Фурионе. Вторая игра. Вчера весь день играл на Фурионе. В пабликах каждый день он играет. Ох. Жестко, жестко. Команда на Удигите. Ябзор будет играть на Миране. Синдорен Бэйн. Хизу на Фейслис Вайди. Эра Виверок. И, разумеется, Койква будет играть на Инвокере. Вторая игра у нас начинается точно так же, как и первая катка. Без каких-то смоков и забегов. Ну, для Дэйш Бирс понятно. Им нужно сейчас на верочку забрать руну для Алхимика. Ну, и смотрим бы по вардам. Есть один вард от Дэйш Бирс. Вот сюда. Вот, что там по Сандерикам. Мирана на сапоге. И обзорчик на сапоге. Второй лейнинг вард на Вайда. Кстати говоря, в прошлой игре у нас Дэйш Бирс забрали две руны. Соответственно, одну забрал Пингвинчик на Алхимик. И вторую руну забрал Гиролед. Вот, эйс на нем отыгрывал. Здесь у нас сначала ровная. Койкова не стала себе тащить фласочку. Есть у него два тангуса, ферри фаер. Знает, разумеется, как он стоит против Алхимика. Да и в прошлой игре это было. Вот, другое дело, здесь, наверное, к Пингвинчику будут наведываться гораздо чаще. Ну и смотрим. Мы на расставку по линиям. Внизу у нас будет стоять Бэйн. Виверок против Фуриона. На сей раз Хистер Жеротон стоит один. Он закупился сразу на сапог. Миран в миде. Мирана также на сапоге. Ну и на топе Войт против Урсы. И Шаду Шамана. Райс пока на отводах. Райс тоже на сапоге. Господи, сколько же они сапогов-то накупили. И те, и другие. Ну, по пику было понятно, что агрессия будет, будет здоров. Пока у нас вот так вот Ямзор забегает в расчете подрезку Курьера. Но подфармил здесь Сатира. Ну, такая реализация пока себе Мирана. Разумеется, второй левел себе апнул. Есть лип. Ну что, заряжай. Пошла стрела. Потрачено. Не, ну без Бэйна работает это такое себе. Можно огромное количество стрел наупускать. Потратишь огромную кучу времени, маны. И вообще будешь недовольным после всего этого. Разумеется, Лэнс Бэйн. Но Синдреяна тоже не может здесь отпустить своего кэри, поскольку приходит Дум. Дум у нас без сапога. Здесь у него, разумеется, два брала его второй. И скушал он Сатиру. Хороший реген, хороший нюк. Правда, там по мане, разумеется, проблемы. Но такое. На топ-те времени у нас появляется Аркин Руна. Веру здесь, разумеется, поставили Сентри. Ну и Сентри надо найти. А Терра промазал Тангусом, два Тангуса пришлось потратить. Пока размениваются по ХП у нас здесь идти и другие. Вот, а первая игра началась, начиналась очень так же. То есть стоял Найсталкер с Фурионом. И вроде как друг друга гоняли. Соответственно, против Дровки и Бэджи Фул Спирит. Но только отпустили Хистер Жиротена из Вижена. Как Фреон улетел на топ и сделали они втроем Фюстблат на Бесмастере. Конечно, Войд. Войда так просто не зацепить, но там есть Шаду Шаман. Внизу есть Санстрайк на Ноя. Санстрайк по двоим, но несмотря на это, все равно уж забирает Дума. Вот она и ФБшечка подъехала. ФБшечка для Мираны. Третий левел я обзор. Не стал максить стрелу. Стрелу. Ну давай за Макса, ладно тебе. Пока такая себе игра от Райза, достаточно непонятная. У него вроде как есть сапог. И вроде как вдвоем с Урса Вориума они могут и обязаны гнобить этого Войда. Но вот обращаю внимание на то, что Хизу чувствует себя уверенно. Здесь стоит Абсервер. Шаду Шаман к нему никак вообще не подберется. Ну разумеется, Райза это прочекал, пытался он там выходить. Не получилось зацепить Войда, даже на дистанцию к нему приблизиться. И собственно, что терять время, можно пофармить на отводах. Войд будет обламываться. Ну и если ошибется, можно его будет как-то и взять. Хизу. Прекрасно себя чувствует. Почти уже четвертый левел. Есть у него три Дангусы, есть у него Фласточка, есть у него Феррифайр. Стоит на экспириенции, даже иногда не боится подходить, брать Крепочка. Что он спает? Соответственно Феза. Второй Эвер Пауэр. Вторая пассивка. Готов, если что, он убивать Войда. Внизу. Эра четвертый левел. 16 на 8 у Вивера против. Против Урион 14 на 0. Поставили сентри. Эра, шикучи закончились. Есть пруты. Эра. Эра без Тангусов. У него есть Фласточка. Подлетели с Вором. Нужен Санстрайк. Эра, есть стрела, не попадает. Стрела Пауэр. Ну что, будут ли гонобить? Дум, земля закончилась. Еще Шоквейв. Синдрен. Синдрен, проблем. Шоквейв. Синдрен успел отхилиться. И убили все-таки в очередной раздуманность. Что ж, не везет этому парню. Ну и проблема уже у Хисти Жиротана. Инвокер. Есть Санстрайк. Есть Санстрайк. У Койкова не попадает. Хисти Жиротан задолжил. Стрелой тоже Е-обзор не попадает. Да ладно. Он его убивает. Жесть. Увернулся от всего Фрион. Поверил в себя. И напоследок умер от Старштурма. Да, такое тоже бывает. И Аркантапки появляется у Мирана. Будьте любезны. На пятой минуте. 2.02 идет Е-обзор. Хорош. Хорош. Штуповый Кристалл-то у нас тем временем за Урсой. Кейс идет 34 на 17. Как у нас там в миде дела? Койкова без Векса. Ну, в принципе, зачем он нужен? В прошлой игре мидер команды NoDigity вынес себе Hand of Midas на 7 минуте ровно. Здесь, в принципе, пока идет все то же самое. 37 на 8 против Алхимик 30 на 2. Эра. Наверное, понимаешь, что здесь сентри стоит. Есть у него колечко. Один фраг, два ассиста. Ну, нужен, нужен, разумеется, ему какой-то саппорт, потому что так тяжеловато. У нас Райс со вторым Хиксом. Со второй сеткой Хизу нужно наказывать. Ну, просто не поверишь, а Душаман, что на такое осмелится товарищ Воид. Ну, и пока не заметен Дум. Точнее, заметен, но в ТВР. Два раза побывал уже там Ноя. Вроде как он создает спейс для Фреона. Фреон фармит. Торгует лицом при нем. Ну, как, что касается замеса, все время крайний Дум. Все время его отправляет. Пауэртресс появляется. Все время пигминчик. Пигминчик будет играть точно так же, как и в прошлой игре. Есть у него ПТ-шечка. Будет выходить Армлет, Боттл. Такой хороший алхимик. Скажем так, без радио-капки Актари. Находит Райза, Тайм Делэйш, Архизу. Тайм Волк также откатился. Есть Тайм Волк. За бодиблочить не получится. Ну, здесь просто пакет, Санстрайк. Ой, да ладно, Сандрен. Сандрен сейчас немножечко плохо сыграл. В любом случае, раз, вы забрали. 4-0. Начало за командой без базара. Ну, и такой же тайминг, как и в прошлой игре. Седьмая минута. Инвокер с Хэнд оф Мидасом. Пока все у Койкова хорошо. Ну, кстати говоря, вот отмечаю тот факт, что... Да, первый тавр для себя. Дэйдж забрали, Дэйдж Билл забрали. Хотя вот Виверок-то ее в вышку сдал. Но, тем не менее. Лишние монетки на команду тоже полезны. Так вот, в прошлой катке у нас Мидас у Инвокера седьмая минута. Алхимик фармил, фармил, фармил. Но по Нетворсам отставал. Отставал, будь здоров от своего оппонента на миде. Пока еще мы с вами толком не видели вот эту вот олдскульную комбинушку. Бейн плюс Мирана. Вот разве что минуты ранее забрали Шадоу Шамана. Возможно и Дэниш Бирс думали, что как-то с первых минут прям эти два саппорта будут вместе. Не разлево добегать, наводить движуху. Ну, такое решение пока было от Диггити. Как мы видим, оно пока себя оправдывает. Есть хроносферова войда. Далеко там уже убежал пингвинчик. Ну и пингвинчик по ультимейтам здесь долго придется забирать. Даже там, несмотря на то, что есть Санстрайк и так далее. Урса не стал себе выходить прям сразу в Блинк Дагг Рейс. После фейзов взял себе Маску в Мэднес. Здесь, конечно, ему понадобится как можно быстрее собрать Аганим. Потому что, понятное дело, при всей крутости этого героя, Урса Вориор будет попадать в хроносферу. И дабы пережить ее без всяких последствий для здоровья, нужен, нужен Аганим Септер. С Морримэн Энтворс, Топт Нэнтворс за Альхимиком и Урсой по графикам. Также преимущество за Дэниш Бирс по экспе. По экспе все равно, то есть у нас начало, в принципе, точно такое же, как и в прошлой игре. За исключением того, что, ну, Диггити по счету ведут. Разминают здесь активные хистежеротена. А на том, все время проблемы. Минус Урса. Так вот, потратили хроносферу на Урсецкого. Не пожалели, все правильно сделали. Ой, хистежеротен. Что-то с этим парнем явно не так. При всем уважении, разумеется, к нему. На ровном месте отдал фраг. Понятное дело, что там Эра бы дайвил, Эра бы агрессировал. Все-таки герой с хорошим эскейпом. Но у этого Эра появляется Персверайенс, есть у него Аквилла. Ну, оставляет просто здесь Вивера попушить на фрифарме. Зацепить его здесь вообще нечем. Ну, разве что там каким-то Шадоу Шаманом все. Но пока там Райз до него доберется. Тем более, Райзу нужен Блинк. Как появится у Эра Линкенсфера, там вообще проблемы. Рошан заходит Дениш Бирс, а здесь прикол. А здесь Форгиды. И сразу пошла перетяжка от Новодиггити. Понимаю, что Рошана потеряют они очень быстро. Там все-таки Урса, там под Асин Спрейм, Асин Спрейй четвертый. Генгичи под Армлетом не успевают. Новодиггити не успевают. Мунлайт под Сентриком. Полетели Свармы. Сварма не попадает. А их для Рошаны. И могут, могут Дениш Бирс драться. И обзор дает Лепалт. Кой Ква. Да, есть Санстрак, есть Кирпич. Зацепили Синдерена. Точка Сумферна Блайда. Бейн по-прежнему живет, отхиливается. Бейн, Синдерен просто стягивает на себя внимание, ребята. Вы идите, а меня бросьте. Ну, так вот. Не ожидали. Новодиггити банально не ожидали. Что заберут у них Рошана прямо из-под носа. Хотя это было очевидно. Давайте будем честны, это было очевидно. Ну, и Дениш Бирс воспользовались просто хорошим моментом. Могло, конечно, все для Синдереной кампании завершиться гораздо хуже. Потеряли они всего лишь одного Синдерена. Но, тем не менее, там есть все ультимейты. Разумеется, ключевые. Есть Хроносфера. Есть Таймлайп Сувер. Но, вот опять вопрос. Окей, Войт поставить Хрона. А чем пробивать этот жир? Как ты убьешь Алхимика под ультимейтом с Арблетом? Как ты убьешь Урсу два раза? Ну, окей, там, если еще Эйс подловить его, когда у нее будет включен Мом, еще куда не шло. Как ты убьешь Дума? Там хоть пять армора, но, тем не менее. Одного инвокера с прокастом будет маловато. Уже сейчас. С Маке у нас. Ну и Пингвинчик. Находят Эйру. Нужен Дум. Нужен Дум на Эру. Эра успевает уйти в Шекучу. Ну, пока ситуация располагает для Дэни Шбирдж, чтобы они взяли эту катку. У них действительно, у них и по пику все хорошо, у них и по игре не так все плохо. Все-таки этот Рошан. Такой своеобразный камбэк. Возвращение в игру. Они там хоть немножко проигрывали, но, тем не менее. По счету они проигрывались один. Хроносфера на топе. На Хитти Жиротл, Саустрайк, Свормы. Ну, посмотрите, вот Фурион. Тысяча хп. И как они долго бьют этого Фуриона. Потратили на него хроносферу. Ну, такое. Если идет здесь у Ноудигит, расчет на то, что Вивер соберет себе Дизоль, МКБ. Ну, разумеется, после Линкенсферы. Ну, это прохладная затея, потому что здесь фармить, фармить, фармить надо. К тому моменту там Алхимика будет, будь здоров всего много. Две тысячи на руках. Пингвинчик, ну, просто подходит Райс, ставит ворты и идет у нас размен в товарами. Тем более, чем дальше игра будет затягиваться, тем, соответственно, такой прекрасный герой, как Мирану, будет вообще терять свою актуальность. Это надо понимать. Блинк Даггер появляется у Пингвинчика, как и в прошлой игре, но здесь уже нету Дроу Рейнджер. Здесь он опять будет заваливаться мясом. Но уже таким жирным куском. Да и две минуты остается. То есть появляется Блинк у Алхимика. Сейчас же должен скоро появиться Блинк и у Урсы. Урса 10 левел. Пока один раз побывал в таверне Эйс. Ни одного фраг, ни одного ассиста за почти уже 14 минут. Но дело поправимо, как говорится. Так, Санстрайк. Финс Грид. Финс Айэгис. Окей. Айэга закончилась через полтора минуты. Потягивается Ноя. Ноя без Блинка. Цеплять нечем. Что там Дума летит интересное? Варды просто. То есть здесь Дум в плане саппорта мы видим достаточно бедный. Рядом Бейн, Дум и Шаду Шаман. Они одинаковые показатели имеют. Есть Хекс на Хизу. Пошла сетка. Нужен Дум. Нужен Дум на война. Иначе бы не убить здесь все-таки Хармания команды на Удигите. Ну вот такое. Появляется Блинк у Уэйса. То есть одни потратили. Ультимативно на ней есть другие. Соответственно Дум на война. Будет выходить здесь жир пингвинчик. Но опять-таки здесь БКБ наверное нет смысла брать. Ей смысл быть очень жирным. Потому что там Хроносфера. Там Финц Гриб. Да, его можно сбить. Но тем не менее. Все-таки все ситуативно. Забираем второй тавер из своей команды Инвокер. Пока он остает под утверждством Алхимика на полторы тысячи. Что он с тем временем на топе. Эрл фармит. Фармит, фармит во всю варды. От шаду шамана. Выходит разумеется он в Линкенсферу. Пачи у него уже накапали деньги на Алтимейтор. Ну и кстати сам по хп участи не проседает этих вардов. Здесь вообще по физдэмэджу у Дэни Шбир спроса очень жестко. Раста с вардами. Урса. Алхимик. Ну и что там по Фреону. Фреон если тоже соберется в боевого. Габелла будет. 1400 руках у Систижерота. Но есть у него фейзы, барабаны, мэджик ланд. У нас пока начинается такая классическая европейская дота. На 15-25 минуты все подфармят. Никто не дерется. Очень опасно. Очень сейвово. Ну вот он блинк дагер койку. Дасик дает о себе знать. На сей раз койку так жестко не фидит. Как было это в прошлой игре. У него всего лишь 1.02 пока. Ландберг появляется у Вайда. Вайду здесь еще фармить не фармить. Может быть Вайду собираться как-то в боевого. Но он банально собрать себе этот диффуз монта. Почему бы нет? ДПС там нормальный выходит. Но остается здесь купить также и блинк дагер. И какой-то аганим. Также будет хорошо. Ставится у нас пауза. Напоминаю друзья, что сегодня после этого матча. Также на этом канале будет проходить трансляция второй игры. Сетки лузеров будут играть поляки Alternate Attacks против греческих богов команды Adfinem. Соответственно также в матч формате Best of 3 победитель будет выходить дальше и играть против команды Diem Spill. Победитель же данной встречи будет играть против команды Na'Vi. И играть будет 18 апреля. Поэтому смотрим, рассчитываем какие шансы будут у Na'Vi. Какие шансы будут у команды, которая победит здесь против Na'Vi. Кто на кого попадет, как говорится. В первой игре, конечно, у Digity показали уровень. Возможно, с первых минут там были еще вопросы к ним. Может быть, не самую внятную игру не показывали. Но потом, после стадии лейнинга. Хорошо. Вот вторая игра в их исполнении мне по-прежнему вообще не нравится. Ни разу. Начиная даже банально с самого пика. То есть, окей, Бэйн Мирана, Early Game вы вроде как делаете. Ну, плюс с Инвокером. И Early Game они действительно сделали. И там по фрагам 4-0 перестреляли. Может быть, по Нетворцу не так хорошо у них вышло. Но такое. Но вот игра-то уже у нас ходит в мидгейм вовсю. Если так дальше дело пойдет, дойдет до ингейма. А что там Мирана будет делать? Что Мирана будет делать в зависимости 5 на 5 со своей стрелой? Своим Старштормом, который там наносит 300 демеджа. Да, по Алхимику, у которого там почти 2к хп под этим под Армлетом. Урса под Эндрейджем. И Урса, который собирает себе Аганим. Есть Point Booster Уэйса. Ну, чем это пробивать вообще? Виверочкам? Виверочкам сейчас Линкенсферы только появятся. Ему будет проще эскейпиться. Разве что там от какого-то Дума и двух контролев Shadow Shaman. Все. Но опять-таки здесь сетка в замесе 5 на 5 от Райза такое себе. Сколько здесь на втором уровне? Макс длительность 3,5 секунды. Ему здесь банально просто никто не даст продержать. Банально никто не даст продержать. Так, а что причину не написал? Какие-то проблемы у нас в Миранке. Вообще, сегодня у нас последние матчи на ESL. Все-таки грядет небольшой перерыв на этом турнире. Завтра начинается StarLadder. Соответственно, по завершению StarLadder уже и завершаются, продолжаются квалы на ESL OneFrague 2016. Будут играть и Na'Vi 18 апреля. Время предварительно, ну, уже окончательно. Вряд ли что изменится. В 18.30 по Москве и по Киеву. Соответственно, в 17.30 по Центральному Европейскому времени. Будут играть и TeamSpirit. Также 18 апреля 22.00 по Москве и Киеву 21.00 по Центральному Европейскому времени. Ну, соответственно, и 19 апреля верхняя сетка данного ивента. ВП против Веге. 17.00 по МСК. Такое. Калификация уже подходит к своей развязке. Вот в Юго-Восточной Азии там уже Фнатики вышли. Переиграли они в финале 3-1 на MPFenix. Что у нас там на Америке? На Америке тоже уже станет все в ближайшие дни известно. Там они 16 апреля играют Call Freedom. Также 14 апреля будут играть сейчас за Мавернова. Т-шоу Digital Chaos. Только одна Европа задерживается. Ну, это такое. Вопрос поправимый, как говорится. Давайте посмотрим по айтемам, кто что имеет. И начнем мы с графиков. Преимущество за Денниш Бирж 1500. По Экспириенсу здесь все ровно. Небольшое преимущество за Ноу Диггетти. Появляется линка у Вивера. Окей. По Бэйну. Бэйн седьмой. Аркан Тапки. Блинк Даггер появился у Койквы после Иоу Септера. Ну, и, разумеется, Хенд оф Нидоса. Войду еще фармить, фармить, фармить. Если вот здесь собирают Блинк Аганим. Окей. Более лучше и качественнее может поставить Хросферу Киза. Но, опять-таки, дэмэдж от этого не прибавится. Здесь просто жир лютейший. Аганим на Урсе. Алхимик Саша Яша, как и в прошлой игре. Фрем пока еще непонятно, что будет брать. Возможно, здесь увидим какой-то Аганим на Хисте Жиротане. Все-таки, если на Удигите пойдут в атаку, нужно как-то банально выиграть время. Потому что для Дэйш Бирс нужно еще, ну, буквально минуток 5-7. И они будут непробиваемыми парнями. Шаду Шаман. Есть Аркан Тапки. Ну, судя по тому, что Дум здесь играет на пятой позиции. Играл, да. Вот сейчас вот выходит в барабаны. Товарищ Ноя. И здесь на Шаду Шамане прекрасно бы осмотрелось какой-нибудь Блинк Даггер. Ну, или даже хотя бы Фурстав. Потому что виверочка цеплять надо. Ну, либо же просто идти в пятером. И, несмотря на что, не ловить этих виверов. Пусть там сами как-то подставляются, идут в атаку. Он ливнул, отжимайте. Блин, да я бы с радостью отжал бы. Не отжимается, что ты. Сложно. Сложно. Попить захотелось. Вообще, мне кажется, это тактическая пауза. Ну, вот все похоже на тактическую паузу. Потому что сейчас, ну, действительно, еще 5-7 минут, если Ноу Диггите потерпят, поформлят. Поформят. Да не то, что потерпят, а просто не пойдут в атаку. У них будет точка невозврата. Потому что, ну, они не смогут пробить этот жир. Я, конечно, понимаю, Дота игра ситуативная. И огромное количество моментов упирается в индивидуальное исполнение. И ситуации могут быть разные. И там, кто первый нападет, и так далее, и тому подобное. Но все-таки. Но все-таки. Все-таки. Перри Шаман. Что у Мирана появляется Мека. Не знаю, не знаю. По Бейну здесь вообще тоже ничего не ясно. Может быть, было бы смысл Синдрену взять Инфибл по макси. То есть, пакет взять на один, а Инфибл как раз-таки по макси. Наверное, смотрелось бы очень неплохо. Но опять-таки, Инфибл на всех не накидаешь. Вопросы. Вопросы. Вот, несмотря на это, вот, Хистежеротен, как говорится, стабильность, признак мастерства. Вот мы открываем таблицу. Он первый. Он первый по показателю смерти. И он хорош. Вне всякого сомнения. Кстати, вот по фрагам. Только фраги здесь у Ноя. Два фрага за 16 минут. За команда Эшбирс. То есть, у нас эта игра на фраге вообще не богатая. 9 за 16 минут. Ну, вообще, пауза паузой. Но сейчас все уже начнет упираться в этот, в правила. А в правилах в черном памятном. О! Только заговорил про правила и сразу возвращается. Ну, хорошо сыгранный обзор. Хорошо. Да, правила нарушать нельзя. Фу, анманер отжимать не круто. Вместо тысячи слов анпауз. Ну, что-то вот он вернулся и не возвращается. Вроде как здесь, а вроде его и нет. Сколько здесь бегает такой разведчик неидимого фронта. Кстати говоря, еще одна уязвимая особенность пика на Удигите. Забыл я вам ее отметить. Что-то сразу не сказал. Их очень сильно контрит. Их пик такой прекрасный айтем, как гем. Потому что у них Мунлайт, у них Вивер, у них Инвокер. Даже не гендыш, банальный. В центре. То есть покупаешь айтем за 200 монет, законтрил всю команду. И держишь. Ну, разумеется, пока это не особо чувствуется. Все-таки еще массовых 5 на 5 замесов мы не видели. Разве что в Тарашане встрече. Но, тем не менее, в перспективе это будет очень сильно решать. Когда твой ультимейт юзлес, когда твой второй спелл юзлес. Пока есть гем, разумеется. Гоу. Отлично. Посмотрим, кому пошла эта пауза на пользу. Рано, я так понимаю, еще говорить, потому что Дэни Шберс не готовы. Ох. Так, окей. Я тогда сейчас посмотрю на время. У нас московское время. 18 часов 32 минуты. Следующая игра. Альтернейт Атакс против Эдфинем. Должна начаться. 20-0-0 по Москве и Киеву. Ну ладно, еще пока вроде укладываются ребята. Отжимается пауза. Отжимает пингвинчик. Пингвинчик хорош. Ну посмотрим, посмотрим. В принципе, любые паузы, конечно, которые идут не по плану. Да, у нас все время внизу проблема пингвинчика. Есть хроносфера. Ну и вообще не пробивает санстрайк. Он еще даже армлет не включает. И бежит по тавру, а там нужны уже сейв-телепорты. Вот пошла игра с армлетом. Пингвинчик под сформ. Забрили. С горем пополам забрили этого алхимика. Как много на него потратили, ну, в первую очередь, времени. Долго он жил. Мне кажется, у Суба они вообще бы не убили. Так вот, акипаузы обычно, конечно, сбивают по строю, сбивают темп у команд. Но здесь никакого темпа-то и не было. Здесь все фармили, играли очень аккуратно. Мне даже кажется, что кто-то, наверное, даже и лежа катает. В миде. Райс попадает стрелой. И обзор, и со штурмом забирает. По одному начинает подфидонивать Дэниш Бирс, как в предыдущей у нас игре это было. Только тогда не ввели. Посмотрим на график. И здесь все в нуле. Ну и по экспириенсу на у Дигде. Пока опережают. По чуть-чуть, но опережают. Мег появляется в ябзора. Здесь, наверное, есть смысл все-таки бежать на базу. Но маны нету. Интересует меня Фурион. Все-таки это будет торчит Малеваленс. Второй контроль на, разумеется, Вивера. Ну там, в принципе, ну любого. И то же самое Вайда попробует, чтобы Франсферу не поражал. Также очень круто. Хотят на топе забрить Эру. Эра с Линкой. Эра с Линкой. А на что рассчитывал Ноя? А на что рассчитывал Ноя? Или он не ожидал там увидеть Линкет Сферу? Непонятно. Но, тем не менее, Ганг 666 не получился. Эра под Сентриком. Есть у него Линка. Но теперь нужно собираться в демидж. Дизоль здесь зайдет очень шикарно. Против Алхимика с его-то. С артовой броней. Ну и Ноя просто улетает. Сонстрайк! Было близко. Было близко, но... Толстый персонаж, конечно, Дум. Не поспоришь. Скоро появится уже Блинк Даггер у Вайда. Пингвинчик пытался здесь обмануть Вайда. С Блинка накрутить колбу. Но будет хорош. Ферлайнс появляется у Бэйна. Что там по Урсе? У Урсе еще фармить, да, Ганима? Тяжело, когда у тебя в команде Фурион, у тебя в команде Дум, у тебя в команде Алхимик. Везде забирают фарм. То есть, будь здесь Алхимия какой-нибудь ради к тапке Акторину, он мог бы полетать по линиям, да, и, собственно, с линии фарм забирать. Здесь надо играть более своего, у тебя нет таких эскейпов. Соответственно, приходится делиться фармом с тиммейтами, отнимать. Рошана. Остается буквально 3-2-1. Роша появился. Но второго Рошана Денишбири заберут еще быстрее, чем первого. Это надо понимать. Но Диггите, нужно им собираться, уже как-то чекать. Но все, что пока делает Инвокер, это фармить метеоритми крипов, уже который раз мы это видим. Но Диггите не хотят идти в атаку. Неужели считают, что если затягивать игру до лейта, они там сильнее? Конечно, инициация в виде хроносферы, это в лейте очень круто, вне всякого сомнения. Но это круто, когда у тебя есть туда что заливать. Но с тем временем Денишбирс разменивает Рошана на Т2 в миде. Причем даже Т2-то они не теряют, прожимают фортификейшн. Вышка, конечно, здесь покоцают. Койко немножко. Ну и очередной инвиз для Эйса. В принципе, все верно, пока у него не появился Аганим, пока у него есть Масков Мэднес, а Эйс к нему заходит очень круто. Говорят Саши Яшу, алхимик. Но теперь ты точно за хроносферу, даже не тоже за хроносферу, еще даже после хроносферу, не смогут отправить в таверну. Блингдаггер Уайдан. Он тем временем на топе, Эра активно подпушил. И заставляет, заставляет Денишбирс стягиваться, конечно, прилетает сюда хистить же Ротон. А этот парень любит подфидить. Эра это прекрасно понимает и не уходит. Отсюда хочет он еще телепортов. Но Денишбирс также не хочет перетягиваться всей командой, потому что хотят они реализовать ААИС, хотят они пойти в атаку. Планировалось у них идти по нижней линии. Но вот этот вот виверок, тем более там у него на подкрепе, в спине стоит Синдерэн. Синдерэн-то с линзой и может нацепить финс грибом, Синдерэн. Синдерэн сейчас накажут, есть телепорт от Урса. Ну и сразу есть, есть, конечно, пакет. Но Синдерэн умирает. Да ладно, нет движена! Мы просто вершоком забрели. 9-3 становится счет. Вот, если расчет на Удигите на игру такой, что они будут просто как-то сплитить за счет вивера, за счет инвокера. Но они могут себе позволить, это у меня всякого сомнения. Ну, я не знаю. Аганим появляется у Урсы. Там, тем временем, Эра. Выходит он, разумеется, в Дизоль. Еще 1000 монет остается до второго молоточка. Так же, как они появляются у Койкоя. Напоминаю, друзья, что это сетка лузеров. Здесь матч на вылет. Команда, которая проигрывает, завершает свое участие на квалификациях ЕС Эльван Франкфурт. И здесь нужно играть на верочку. Но Удигите ведут по картам 1-0. Первую игру они выиграли за 28 минут. Но вот во второй катке здесь ни разу не будет 28 минут. Возможно, даже и 2 часа 28 минут. Кто его знает. Блинк Даггер приобретает себе Дум. Ну, все, собрались. Блинк у Дума. Аганим Урсы. Блинк Алхимик Саша Яша. И почти 2000 на руках у Пингвинчика. Ну, и обратите внимание, наступает тот момент, когда Инвокер обгоняет. Все-таки по фарму Пингвинчика. Это было в прошлой игре. И там Койква очень сильно оторвался от своего оппонента. Но там все-таки и на Удигите в атаку шли. Они забрали все внешние товара. Они забрали Рошана. Это тоже отражается на Думорсах. Пока дожат замесы идти и другие. Хотя вот обычно как у нас бывает, да? Купил Аганим, Смок, все команды реализовали. Купил Блинк, Смок, все команды реализовали. Здесь много чего можно реализовывать. И хроносферу там банально поставить на одного. Все же не деретесь. Кулдауна будут. Соответственно, тикать, манам вернется. Через 2 минуты опять собрались в такой игре. Убили одного-двоих, опять пофармили. Ну, Дэйн Шпирс все идет пока неплохо. Конечно, посмотрим, как пойдет движуха, когда у Верочка появится Дизоль. Не стал выходить Райз у нас в Глим... В Глиммеркейп. В Блинк Даггер взял на себе Глиммеркейп. Тоже вполне неплохое решение. В принципе, с наличием трех Блинков в команде находит Райза. Или Райз находит Синдерена. Синдерен кто первый, кто кого? Райз и успевает дать Хекс. И просто есть под Овер Павром. Минус. Капитан команды Ноут Диггит. На Койку еще буду выходить. На Койку и Гост Волки. Конечно, здесь огромные проблемы для Синдерен и компании начнутся, когда против них купят Гем. Вот это будет настоящая жесть. Но, с другой стороны, наличие Гему у Дэни Шпирс подразумевает под собой Команды 5. А если будет Команды 5, соответственно, там будет сразу Сплит Пуш. Пытается Койку в Соляну забрать. Ой-ой-ой-ой! Ну, на Верочку поставил Киза Маули, если его мидер не справится. Такое себе, конечно, приходит Эра, сбивает ему линку под Дизолем. Пошел по Хисте Жиротона. Хисте Жиротон умирает. И обзор. Обзор спить не получилось. Но еще так же Курьера. Потеряли ребята из Дэни Шпирс. Койку под Думом. Эра. Эра находит Эйса. Эйс. Закончился Энрейш Урс и Урсу. Также нужно убивать. Отминус Урса. Минус Агинс. Прямо Агинс. Там практически заканчивался. Но изобреть не получится. Сан Страйк. Свармы. Эйс убивает второй раз. Что происходит? Что происходит? В Дэни Шпирсе было все очень-таки даже неплохо. Сейчас заберут на Удегите второй тавер в виде. Посмотрим мы на графике. Там отрыв будет просто лютый. Они прям через бэкдор пробивают. Крепы только вот-вот подтягиваются. До Урсы 40 секунд. Фурион и Алхимик сейчас уже появляются. Урсы есть байбэк. Ну и можно, можно заходить на хайграунд. 27 минута. Виверок под Алакрити с Дизуолем. Ну сами видите, как прекрасно разваливаются здесь здания. Конечно, фортификация не спасает вообще ни разу. ЕМП просто так кинул кокфу. Дабы отогнать. Минус Тавр. И на верочку Чилэра. Здесь фокусить рейнджевой барак с пруты. Поставили сентри. Но подозасить спреем все-таки тяжело. Тяжело подозасить спреем. Что по хронсфере. Хрона будет через 30 секунд. Выходит. Вагоним. Кизо. Эра. Эра подорчи. Да. Фокус. Панойя. Минус Тавр. Дум. Без байбай. Сейчас появляется уже РСА. Пингвинчик. Куда ж ты забежал? Пингвинчик запили Кизо. Хронсфера. Хронсфера будет через 15 секунд. Падают. Падают бараки у Дэнишбирс. Грыться. Мирана. Минус Мирана. Еще может быть Синдерен. Ползится пить. Есть же Роотан. Есть протипа Синдерен. Синдерен просто. Растапешиваться. Ну и Пингвинчик его останавливает. Но тем не менее. Рынжевой барак. Ну Диггити забрали. Игра разумеется на этом не заканчивается. Ну вот так вот. Ну и смотрим мы на графики. Резкий скачок. За Новый Диггити почти 5000 панатворца. Впереди по экспириенсу почти 7,5. Ну здесь один замес хороший для Дэнишбирс. Они все это разумеется отыграют. Но кто бы ожидал. Кто бы мог подумать что у нас была игра такая вялотекущая с паузами. И тут бац. Появляется Дизоль на Вивере. Появляется хороший момент. Сыграли от одного минус от второго. И просто сломали два подряд тавы. А вот Агоним на в айде появляются. Трансферы с кулдану 60 секунд. Ну и вторая хрон с Агоним здесь 5 секунд длительность. Неплохо. Пока Вивер своим Дизоль мочиванием актуален. Эра также взял себе еще и Кристаллис. Нужно Новый Диггити как можно быстрее нужно рашить эту катку. Разбивает Смоук. Разумеется Смоук Дэнишбирс не видели. И отправляется И отправляется на Хистер Ротона на Хистер Ротона Уже у меня сейчас раз верну его можно тратить. КД маленький. Один пять. Решение этого Фурион так не любит. Не, ну понятное дело говорится на безрыбье и Фурион рыба тем более в такой игре когда движухи у нас происходят там раз в год. Ну почему именно он? Пожалейте его. Как раз появляется у Алхимика. Разумеется прекрасное решение против Дизоля и на команду плюс армор и сам он уже 26 брони сопротивления физически можно 61%. Это все очень круто. Эра подалакрити Дизоль Тауэрпад очень быстро Райс в Глимеркейкве на Койку Койку заберстили. Я ожидал просто мидер командного Дикити что такая будет агрессия на Эйш Бирс ну что на развороте может как-то перерутся но не не решает без своего мидера идти в атаку рискованно агрессия талант не знаю простигали что ли давайте посмотрим по этемам я обзор обращаю внимание 5-1-5 идет хороших когда здесь у Мираны но опять-таки 30 минута Гвардингрифс имеется по Бэйну по Бэйну Бэйн и Ферлайнс Тирлойзи Синдерайону в товар не много раз побывал а у нас тем временем уже третий Рошан для Дениш Бирс сыр Айегис ну по-прежнему Айегис отдают Урса Ворьер несмотря на то что Уэйс есть аганим такое ну и так же Айс приобретает себе Бутсов Тревел понимают датчане прекрасно понимают что да окей вроде у них как там центральная линия слегка проседает у них отсутствует оранжевой барак и вроде как есть с кем отпушивать есть алхимик Фурион но ничего страшного здесь для них не происходит поскольку игра будет затягиваться игра будет растягиваться и продать Фейзы купить себе Бутсов Тревел вполне логичное грамотное решение от Айса тем более он сейчас уже боевой он может переживать весь контроль от ноу-дигити и самым главным может наломать лица у него есть блинк у него есть башер пойдут ли в атаку ноу-дигити знаю что у оппонента есть айгисы врыв на Синдерена Синдерен Синдерен минус нету байбэка у Байна Дум на Вайда прекрасно отыгрывает Дениш Бир здесь еще зацепили и обзора это минус Войт Войт также без байбэка дабл килл для Урсы это минус и обзор и еще находит Койко Койко конечно откинул Юл из себя Энрэйджем и его скинул но и Койко уже в Гост Волке не зацепить вот и на огромные проблемы начинаются может быть банально у Дигити не были готовы что так агрессивно сыграют датчане ну а что вы еще ожидали там блинк на Алхимике там блинк на Урсе там блинк на Думе вы же покупаете не для того чтобы уходить тем более Дум с гемом так опять у нас нажимается пауза опять проблемы у ябзора да колеблется у него пинг от 200 до 1000 господа кто додосит ябзора ну пожалуйста пожалуйста прекратите отпустите ну пусть они уже эту игру проиграют потому что все идет к тому что они ее действительно близки к поражению потому что Денис Бирс в Миде ошиблись потеряли практически потеряли центр да второй раз уже ошибиться будет сложно там есть аегис там есть сыр там огромное количество жира и одного дизоля на виверочке уже будет мало есть кристаллис есть 300 на руках уэра но здесь уже есть смысл думать о байбеках все таки на верхнюю линию есть доступ все 1 т2 забрали и нижняя линия уже подпушилась тем более ни у кого нету байбеков там крипы подходят здесь спокойно Денис Бирс могут попробовать зайти на хайграл почему бы нет тем более здание то они ломают будет здоров хотя еще фортификейс конечно есть но такое такое в рио у нас будет выходить в хекс есть у нее ultimate orb ну скорее всего думаю вряд ли какая-то линка хотя кто его знает лишний раз еще просто там какой-нибудь финс гриба почему бы нет алхимик также с травлами но здесь даже если на удигите пойду в какой-то сплитпуш у них тоже не получится поскольку отпушивает инвокер ой отпушивает разумеется форион отпушивает алхимик также есть boots of travel на урсе да банально расту можно оставить будет там по кулдану нажимать первую кнопку если что поставить варны вообще в предыдущем замесе очень круто сыграли датчане дум вообще хорош увидел вайда понимает насколько важный ультимейт вообще ни разу не церемонить нажимает на него кнопку и все doom useless void useless разумеется 3-2-5 куда воеда ждем ждем как у нас там раздуплится ябзор пока раздупляется он очень плохо также напоминаю друзья что сегодня после этой встречи будем с вами смотреть за таким прекрасным матчем как alternate атакс против этфинем комментировать для вас по прежнему буду я печенька но и также я надеюсь Рустам адекват к нам обязательно присоединится а может быть даже если здесь будет счет 1-1 а третью катку адекват ворвется было бы разумеется очень здорово ну и также на сегодня всего лишь два матча потом будет перерыв перерыв в виде старладера и первая игра стартует 18 апреля там вечером будут играть нави нави против победителя данной встречи поэтому здесь все внимание на экран пока вот здесь что одни что другие в такой себе форме находятся хотя вот но дегите против снг коллективов выступает достаточно неплохо временами даже даже очень шикарно ну и про нави честно говоря ничего хорошего сказать тоже нельзя все таки в последнем матче против виртус про они там две игры две по двадцать полный забей был ну посмотрим может быть до 17 апреля еще огромное количество времени тем более на лане будут участвовать много чего изменится так что у нас тем временем происходит да здесь вот как мы видим начальник спрашивает есть ли какие-то новости а то уже 10 минут проходит две минуты да еще нужно Синдерену вообще конечно не хочется чтобы эта игра завершилась в численном большинстве для Дэниш Бирс хочется чтобы было все в рамках правил да но опять-таки но опять-таки у ябзора свет отключают пинк у него скачет все мы люди и такое тоже бывает самая ирония судьбы заключается в том то что ну дегите близки к поражению ну действительно вот вроде буквально там минут 5 назад когда они заходили на центр вроде был такой свет в конце туннеля что еще чуть-чуть они заставят соперников написать ггвп но не тут-то было здесь пингвинчик компания понимает что сейчас можно легчайшую вытащить если говоря вот раньше как только у нас набирал обороты товарищ войт в сложной линии ну после его изменения как добавили таймболок таймдилейшн только вот эта мета набирала популярность входила в моду очень часто против него брали ну вообще всегда во все времена против войда брали вингу банально потому что берется фокус да и соответственно винга слапает а вот очень часто на таком турнире как radiant and dire cup он был выходящим в 2015 году и на вца так же да 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 и на вца 2015 можно было видеть паджика против опять таки войда то есть кого там зацепили в хроносферу сразу дается хук то есть такой паджик на 4-5 позиции бегал ромил прикольно было к сожалению сейчас команды не берут не рискуют хотя герой сам по себе интересный с очень большим потенциалом улететь в лоу приорити так продолжается у нас игра это очень хорошо и смотрим смотрим мы на нетворст опытный нетворст за алхимиком почти уже 19 тысяч у первичка но там кстати койка идет совсем рядом попытка номер 1 от дэнижбир зайти на рампул на 32-ой минуте даже фортификацион пока еще не могут развести своих оппонентов просто одну торнадо и до свидания отчаяни ну что или на хаграуни подождут нет заставляет их растопешиться вот если по-прежнему будут проблемы у ябзора будут ли давать паузы потому что очень долго мы уже ждали и сейчас начинается самое интересное поскольку ноудигиди будут как-то сплитить как-то сыграть от минуса кого-то подловить загулявшего ну разумеется сейчас они ждут пока закончится аегис и нормально подраться но по-прежнему пока все очень аккуратно что с одной что с другой стороны никто вообще не рискует расставляется виженом смотрим мы вижен от команды Дэниш Берст такой вот вард на нижней руне вард в варажском лесу ну и лейнинг вард в свою очередь ноудигиди только вот такой лейнинг вард и все ленька появляется у инвокера ага две ленькин сферы ну кстати говоря это очень круто ну и лишний раз безопасность для самого себя любимого и вторую леньку на вигра накинуть на главном ДПейсера одного из да почему бы нет почему бы нет так Койко находит Райза есть Юл Айс Волл и все ну подходит подходит Эра и Свормы убивает убивает разумеется Шадоу Шамана Койко здесь конечно сыграло очень шикарно побоялся что Маули здесь Шадоу Шаман с пацанами но там Шадоу Шаман он просто был наглый Райз забежал поставить варны по вардил называется ну в такой игре это абсолютно нормально когда никто никуда не вылазит так что здесь что к одному что к другому вопросов никаких нет Блокенбар появляется у Вивера интересное решение ну разумеется его Шадоу Шаман никак не зацепит да и против Думы у него есть ленькинг сфера здесь такая своеобразная неуязвимость будет у Вивера но с другой стороны там есть урса с башером и там есть алхимик без башера который появится а там есть еще урса с супер башером ого круто но опять келенку надо сбивать то есть либо тратить супер баш в БКБ чтобы сбить келенку и потом накинуть на него дум либо же наоборот в общем такая себе тут прям математика от датчан разбивает а не смог уже не терпится им реализовать аегу реализовать свой супер баш без байбек курса ну аега закончилась это у нас был третий рашан ну в свою очередь также синхронный смуг от ноудингт синхронно идут команды разумеется никого они не найдут ну и должны я думаю догадываться о приблизительном расположении друг друга кто где находится прилетает хистежирот он потушит там шадошаман то можно зайти на хг и поставить варды есть фортификейшн разумеется у синдерена и компания синдерен прилетает пингвинчик пингвинчик 4к на руках есть у него сыр пингвинчик кидает осет спрей крипов здесь быстро разумеется разбирает койку с метеоритом и отходит я вот синдерен по прежнему в позиции там тем временем внизу тоже засада от эйси райза синдерен уже улетел вот он эра эра бкб ленка запить его будет не так уж и просто эйс подрубил овер павер эра видит эру сбили ленку пошел хекс по эре эра живи есть пакет от синдерен эра все таки выживает дает таймлэпс и фулл хп штофокс по эйсу эйс умирает как так то фокс паной это минус дум как жестко отыгрывается синдерен как он вовремя пришел спас своего кэри также отправили в таверну хистер жирот просветили шаду шамана это минус 4 вот это фэйл от Денис Берес там буквально одной тычки не хватило по виверу буквально немножечко совсем 2700 после этого замеса поднимает а ну дигите казалось бы все нету шансов у вивера и вроде все шикарно сделал шаду шаман в глимер кейпе подошел сбил линку дал хекс но синдерен был на высоте ну графики здесь объективно имеет значение то что койква заходит на хаграунд и добивает уже милишный барак отсутствие меда на 37 минуте это не страшно а вот отсутствие двух сторон это уже очень страшно билинку койкве байбэков там ни у кого нету но герои появятся очень быстро есть фортификацион Денис Берес приходится прожимать пошел гемп пингвинчик пингвинчик нужно кидать здесь про есть у него еще сыр койква или койква вот обращаю ваше внимание прошлый раз когда дигит заходили на фг по центру там эра на верочку бил милишный барак рейнджевой внец вот она вот она та самая игра и план собственно на 38 минуту от ноу дигити то что 5 на 5 лицо в лицо мы здесь ничего не сможем сделать но подловить на ошибки Денис Берес как-то сначала забреть всем одного дать фокус ой как это было с Урсой потом всем переключиться на дума и самое главное синициировать первыми кто первого инициирует здесь тот выигрывает так собственно было и с Денис Берес когда нажимал свою кнопку Дум на Вайда так будет и дальше Абисал Блейд появляется Алхимик это вот два Супер Баша урса с сыром Алхимик говорит не нужно мне возьми так сбили и с только есть Дум на нем Хистежиротан Хизу Хекси Койку Дож умирает зацепили Хизу умирает не получилось не получилось войду поставить Хрансвер спасен свой тиммейт но тем временем на топе горит горит линия и просто БКБ прожимает Эра и на пофиг под БКБ сломал верхнюю сторону прекрасный размен от Ноу Дигити теряют они конечно не обзора но да фиг с ним Эра уходит две стороны забрали ребята из Ноу Дигити и только наличие Т2 на боте у Дэниш Бирс спасает их от мега криптов разумеется Тавр также здесь упадет да инициация здесь решает все таки там огромное количество блинков у Дэниш Бирс два без сала есть Дум есть Хекс есть Арчит Малеваленс есть Шадоу Шаман без блинка но который тоже очень опасный весь Эфер Лэнс ну и самая главная инициация от Ноу Дигити это Фейсли свой блинком аганимом хрансферой это так все очень круто ну что Дэниш Бирс идут за байбэками фортификэйшн есть еще у Ноу Дигити Тавр очень быстро падает и тяжело также подтягивается сюда еще Эйс и Райс есть Варда Ушаду Шамана если просто пойти в трон здесь первый байбэк мег крипов не получится сделать скизу хрансфера по двоим кого будут фокусить Эйс по-прежнему живет Эйс ворвался супер башкизу сразу Эйс пучок из грипп скидывает военрейджем получил пакет варды стоят пингвинчик накрутил пингвинчик скидал в клойку койка там на линке задоджил Эра просто развинется по хп с пингвинчиком Эра есть еще вон таймлэпс Эра Эра на шу сейчас уже проходи проходит баш пингвинчик плохо пешно минус пингвинчик Эра гонится за Ноя и делает даблкил проблемы Урса Урса также умирает вот он бэйбэк от инвокера потеряли конечно здесь нижнюю сторону но выйдите ничего страшного здесь в принципе для них не произошло да по нижней стороне они будут проседать ну и сразу идут за бэйбэками у Дэниш Бирс мега крипов сделать не получится придется идти на Т4 есть бэйбэки у всех игроков команда Дэниш Бирс вот есть бэйбэка курсы табра падает очень быстро нет фортификации она на Т4 попробовать Эра также с бэйбэком 8.0.11 пока идет кэрри команды на Удигите на сей раз уже четвертого Рошана для себя забирают команда Синдерена конечно здесь со всех ног спешат Дэниш Бирс также бэйбэк сделал алхимик надо надраться причем Рошана не успевает забрать есть хроносфера у Кизу нужно спасать ябзора ябзор с гемом есть у него гвардингрифс ябзор ябзор ну Миран конечно еще не так важна Синдерен спасает ее пакетом и обзор дает лепаут и хроносфера по дому Эйсу просто выигрывает время забрить здесь Урсу получается посмотрите Эйс прожимает Нрейджи просто попытка растопешиться Эйс умирает без бэйбэков савориор фокс пошел по пингвинчику но файтер разделяется на две части койку дает торнадо не успевает дум накинуть ультимативную минус также шаду шаман мне кажется это минус игра для Дэниж Бирс у них ни у кого нету бэйбэков лол они закидывают о ровном месте но только бэйбэк у Фрюны сразу идет телепорт крипов от Эры да гг ну мне крипов здесь сделать не смогут разумеется но в Диггите но они сломают трон ибо бэйбэк только одного числи же Ротена ну и долл в Тавэр господа вторая игра была просто шикарная хотя начиналась она ужасно длилась большим количеством пауз но концовка я думаю была очень бодрая и того Дэниж Бирс закрытый поставлю какую-нибудь бодрую музыку и скоро услышимся 20 апреля против наших парней Нави на этом у нас пауза да на этом у нас будет пауза аж целых 55 минут сейчас запилил таймер на стрим чтобы вам было удобнее ориентироваться и будем дождаться матч alternate attacks против Ed Finem комментировать для вас будут печенька по прежнему и я надеюсь Рустам к нам уже подсоединится так точно и соответственно в 20.00 по Москве и Киеву встречаемся на стрим никуда не уходите вкладочку откройте закрытой поставлю какую-нибудь бодрую музыку и скоро услышимся субтитры